Жители нашего региона недовольны стоимостью мяса. Фермеры связывают это с подорожанием кормов для животных. Наша съемочная группа вышла на рынок областного центра и выяснила реальную цену мясной продукции. По словам продавцов, цена на мясо растет с каждым годом. Они говорят, что для того, чтобы население могло покупать мясную продукцию, приходится уходить в ноль, а то и в минус. Да, мясо подорожало. Цена повысилась после Нового года. Несмотря на то, что оно стало дороже, люди все равно покупают мясо. А как же без него? Возмущаются, но покупают. Есть несколько факторов, которые вызывают рост цен на мясо. Прежде всего, подорожание кормов. Я собираюсь купить немного мяса. Это дорого. Можно было бы сделать немного дешевле. Казахи не могут жить без мяса, особенно без конины. Очень дорого. Простым людям это не по карману. Например, многодетным семьям вообще не купить мясо на всю большую семью. Все продукты подорожали. Очень дорого. Почему мясо так поднялось в цене? И вообще, вся еда дорогая. Мы не можем себе этого позволить. Сейчас в области насчитывается 225 тысяч лошадей. Более 500 тысяч голов крупного рогатого скота и овец. Дефицита мяса в регионе нет. Годовая потребность в нём в нашем регионе составляет 50 тысяч тонн. За 11 месяцев 2022 года было произведено 50 с половиной тысяч тонн мясной продукции. Это значит, что местные сельхозтоваропроизводители справляются с возложенной на них нагрузкой и могут обеспечить наш регион мясной продукцией. Цены на мясо по сравнению с прошлым годом на говядину составляют 1900-200 тысяч тенге, на конину – 2300-2500 тысяч тенге и на баранина – 1900-200 тысяч тенге. В ведомстве отмечают, что по сравнению с прошлым годом цены выросли не более чем на 100 тенге. В общем, цены на продукты питания в стране выросли на 25% за один год. В прошлом году инфляция превысила 20%. Евгения Мягченко, Игрим Токпанка, Зайбек Гайзис, Ертасакпарат.